Великий Четверг. Епископ Владикавказский Аланский Герасим возглавил Божественную Литургию в Храме Святого Равноапостольного Князя Владимира в сослужении Духовенства и Пархии. Допомене Господь Бога Царство и Своя, всегда мне письмо, и молись ты мой. Великий Четверг. Воспоминания последней трапезы Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями и смертью. Один из ключевых дней Страстной Седмицы – день, когда было установлено важнейшее Таинство Церкви – Евхаристия. Причастие телом и кровью Христовой, через которое человек соединяется с Богом. В народе Великий Четверг называют «чистым», связано это с воспоминанием о Тайной Вечере, когда Господь, подавая пример любви и смирения, омыл ноги своим ученикам. По окончании Божественной Литургии епископ Герасим совершил особый чин умовения ног, которые совершаются при архиерейском служении. Владыка, припоясавшись ленте длинным белым полотенцем, по примеру Спасителя умыл ноги 12 священникам епархии – знак глубокого смирения. По завершении чина правящий архиерей произнес проповедь, обратившись к воспоминаемым событиям. В своем обращении к духовенству и верующим владыка Герасим говорил о том, что, пренебрегая чашей Христовой, не соединяясь со Христом, мы делаемся сухой ветвью, обрекая себя на смерть. Что же нам делать, чтобы не срамить общего строения тела Христовой, не оказаться безобразными, не какими-то неотесанными камнями, которые встраиваются в это строение, только уродуют его? Для этого нам нужно бороться с грехом, который живет в нашем сердце. А корень греха, как мы знаем из Священного Писания – гордыня, гордость, превозношение. Именно из-за гордыни пал некогда великий ангел Деница. Именно гордыня часто приводит к тому, что возникают распри, ссоры, а потом и войны и убийства. Все это происходит из-за человеческой гордыни, из-за того, что человек не хочет себя смирить перед ближним, потому что он считает себя выше его, достойнее его, значительнее. А ближний, который находится рядом с ним, он ничтожен, недостойен, и поэтому над ним можно издеваться, его можно всячески поносить, нужно превозноситься над ним. Но не так заповедал нам Христос. Если мы превозносимся, то нам кажется, что мы себя возвеличиваем. Ничего подобного. На самом деле мы себя уродуем, потому что душа наша приходит в безобразное состояние. Становится тем строительным материалом, который негоден, который потерял свои качества, и который уже в это строение великое, прекрасное, церковное, не гошь. Только смирением, в противоположном гордыне мы можем себя украсить. И сам Господь, как мы сегодня видели в этом умилительном чине, умовении ног, говорит, да, вы называете меня Господом и Учителем, действительно так. Но если я, Господь и Учитель, поступил в отношении своих учеников и слуг таким образом, чтобы умыл даже ноги, тем более вы должны поступать так друг по отношению к другу. Для православных христиан завершается Страстная Седмица, последняя неделя перед Пасхой. Впереди самые тяжелые дни, Страстная Пятница и Суббота, посвященные крестным страданиям, распятию, смерти и погребению Иисуса Христа. Пресс-служба Владикавказской Оландской епархии. Пресс-служба Владикавказской Оландской епархии.